Ну что, друзья, все те, кто говорили, что живут по принципу «моя хата с краю», что я вне политики, я не интересуюсь политикой, я спешу вас всех поздравить в кавычках, потому что политика постучала теперь уже в дом каждому россиянину. Если раньше она стучала через повышение цен, коммунальных платежей, налогов, пенсионного возраста, через обнуление конституции, через фальсификацию выборов, через оптимизацию медицины в социальной сфере, через безработицу, нищенские пенсии, то теперь она постучала сапогом прямо в дверь каждому из нас. Любой может оказаться под мобилизацией. И это уже на самом деле не шутки. Напомню, что 21 сентября в день, который объявлен ООН, Организации Объединенных Наций, Днем Мира и Согласия, был подписан указ о мобилизации в России. Формально это указ о частичной мобилизации, по крайней мере, как написано в преамбуле этого указа. Но сам по себе этот указ носит абсолютно рамочный характер. В нем нет никаких ограничений ни по сроку мобилизации, ни по регионной мобилизации, ни по количеству отмобилизованных россиян, ни по учетно-военным специальностям, ни по каким бы то ни было другим критериям, ни по тем, кто не подпадает под эту мобилизацию. Поэтому кто-то говорит, цифра 300 тысяч человек была прописана в седьмом пункте этого указа, который прошел по грифам для служебного пользования. Кто-то говорит, что может быть 500 тысяч или даже миллион, но Дмитрий Песков сказал, что пока там 300 тысяч человек. В любом случае, нужно понимать, что все, что мы имеем сегодня, это результат нашего безмолвия, результат того, что общество не ходило на выборы, не ходило на митинги.